Уникальный легкоатлетический проект Беговая лига Подмосковья стартовал 7 мая в Клину. Второй этап с Сергиевым путем прошел в начале июля в Сергиевом посаде. И вот 13 августа наш округ принимает у себя третий этап. Ну что, побежали готовиться? В течение сезона пройдет пять уникальных легкоатлетических забегов для участников разных возрастов. Участие в забегах серии бесплатное, однако количество слотов для регистрации ограничено. Чтобы стать участником проекта, необходимо зайти на сайт Беговой лиги Подмосковья, зарегистрироваться и выполнять несложные задания. Главная особенность проекта – тренировочные километры можно превращать в баллы и обменивать их на подарки, стартовые слоты серии забегов, а также участвовать в розыгрышах. Это Андрей Хачатуров. Для него 100-верстный крюк. Неоднократный участник суточных и 10-суточных забегов. Амбассадор Элтон Трейла. Участник 100-километрового забега в Израиле. Совершил сольный пробег трансармении с севера на юг от Грузии до Ирана. За последний месяц на тренировках набегал 500 километров. И при этом он не скрывает своего возраста – 60 лет. Бегать начал в 26 от болезней. Прибежал к вечной молодости. Андрей, как никто другой, может подсказать, как подготовиться марафонцам. Начинающим главное не надо бояться и пытаться кому-то что-то доказать. Полумарафон – это дистанция уже серьезная. К ней нельзя относиться легкомысленно. Это уже не пятерка, не десятка, которые тоже сами по себе серьезны. Но те, кто выходит первый раз, должны понимать несколько принципов. Тем более мы участвуем в полумарафоне Пушкинском в достаточно приличную жару. А температура накладывает тоже свои отпечатки. То есть без кепки выходить не рекомендуется. Если есть баф светлый, наденьте баф. А очки тут уже по желанию. Я без очков вообще не бегаю ни зимой, ни летом. А футболка может быть с рукавами и без. Если кто-то плохо реагирует на солнце, но кожа… Да, да, да. То лучше футболку с длинным рукавом. Она поможет не мазаться каким-то отдельным кремом. Естественно, футболка должна быть не хлопковой, потому что она мокнет, начнет натирать во всех неправильных местах и станет просто тяжелой. Поэтому должна быть… Слово «дышащее» неправильное. Вещи не дышат. Она должна быть воздухопроницаемой и влаговыводящей. Носки плотно сидят по ноге. Носки тоже не хлопковые. Желательно синтетические. Есть специальные беговые, есть просто синтетические носки. Если неплотно сидит, они опять же намокнут, собьются. Ну и потом будут синие ногти и какие-то неправильные мозоли. Ну и кроссовки. Это тоже отдельная долгая песня. Но как бы должна быть амортизация. Они должны быть не трейловые, должны быть для асфальта. 13 августа с 7 утра до 15 в городе перекроют ряд улиц. И парковочные места, расположенные на них, будут недоступны. Это дорога вдоль набережной Серебрянки, улица Чехова и микрорайон Зержинец. Маршруты общественного транспорта, следующие по этим улицам, пройдут вдоль Московского проспекта. По Пушкинскому шоссе и Ярославскому водителям стоит планировать маршрут заранее. Старто-финишный городок будет располагаться около Дворца спорта Пушкина. Всего планируется около 800 участников. Для взрослых будут доступны дистанции 3, 10 и 21,1 километр. Более юные бегуны от 4 до 11 лет смогут пробежать дистанцию 300 метров и 600 метров. Все слоты уже разобрали. Желающих оказалось больше, чем может принять площадка. Следующий этап в Волоколамске 3 сентября. Забег в Волоколамский рубеж. А 1 октября – Одинцово ран в Одинцовском округе. Здесь еще можно принять участие в регистрации или получении слота. Бег – это полезно и весело. И, как показывают результаты, еще и очень популярно. Анастасия Спирина, Юрий Добрунов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова